Да, я уже снимаю. Давай, Олег, расскажи, какие работы здесь были проведены. И где мы... вообще, что за помещение называли? А, даже так. Сейчас проводим работы на жилом корпусе Смольный парк, объект улицы Смольного, дом 2, корпус 2. Были обшиты балконы аквапанелью. Прошу показать, как мы обшивали. Сделаны потолки, каркас из профилей КНАУФ. Первоначально было произведено отцепление, потом обшивали стены, устраивались откосы. Стены приклеивали аквапанели к каменной вате, поэтому засовывали туда парашюты, чтобы усилить крепление аквапанели к стене. Дальше производим заливку ступеней. Для того, чтобы снизить высоту порога. Потом здесь будет производиться укладка утепления балкона, устройство стяжки, укладка теплого пола и непосредственно укладка мрамора. Прошу вперед. Основные работы, которые производятся, это устройство усиленного каркаса на потолке по технологиям КНАУФ П-232, шаг несущего профиля 700 и 300 продольного. После зашиваемых по панели в два слоя мы можем обитать вырезы под будущие колонки, а также вырезы под вентиляцию. Так, в принципе, и тут все. Так, дальше могу показать устройство встроенных плинтусов. Производим монтаж плинтусов для плинтуса из мрамора. Клеится уголок плоскостью со стены. Потом данное место штукатурится. Для того, чтобы при монтаже мраморного уголка плинтус был в плоскости мраморного плинтуса. Был в плоскости со стеной. Сейчас все на этапе подготовки. В последующем вы сможете увидеть, как это будет выглядеть конечным летать. Также здесь будут устроены двери. Для этого делали откосы из фанеры ламинированной. Усиливали ее химокерами и кленовыми анкерами, для того, чтобы фанера держалась достаточно прочно, так как дверь имеет большой вес. И технологически это самое разумное решение. Дальше можем наблюдать. Из дополнительных работ это монтаж закладной для двери. Расчетная, точнее нагрузка. Без двери будет порядка 200 кг. Чтобы мы смогли ее подвесить, нужно было сделать закладную. Закладную сделали из усиленного профиля. УА 2-х миллиметровой толщины. Обычный 100 на 400, точнее 100 на 40. Потом к ней пришивали 3 листа панели. Подвешивали ее на кронштейны P-образные. Соединяли, точнее, прикрепляли к потолку к профилям, точнее не профилям, а кленовыми анкерами M12 на 140. Каждое отверстие проливали химанкером для более жесткого цепления кленового анкера с поверхностью. На этом, наверное, все. Единственное, что могу показать по складированию материала, очень такие важные нюансы. Это совет от компании Luxor. Можно так это назвать. Делайте стеллажи, ставьте их на колесики в помещениях. Мы выбрали такое помещение. Потом очень удобно просто, ну, соответственно, все это брать, выкатывать и переносить в другое помещение, если здесь выполняются какие-то определенные работы. Не надо носить канистры, перетаскивать, передвигать и так далее, и тому подобное. Все очень просто и легко. И самая сложная конструкция, это просто поставить коробочки, чтобы перчаточки были с перчаточками, подвесы с подвесами и так далее, и тому подобное. Это очень органично и грамотно, я бы сказал. Ну, я думаю, на этом все. С вами была компания Luxor. Я буду смотреть следующие выпуски. Кроме...